СПОНСОР ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ ТЕЛЕФОН 8 800 5 977 Здравствуйте, в эфире программа «Город действующие лица». Меня зовут Алексей Шлеп. Сегодня мы с вами поговорим о покупке и продаже жилья, поговорим о риэлторах, о гости нашей сегодняшней программы, президент Кубанской палаты недвижимости Владимир Карасенко. Здравствуйте, Владимир Геннадьевич. Вот с чего хотелось бы начать. Я могу ошибаться по поводу этой цифры. Не так давно ее где-то слышал, что ежегодно Краснодар прирастает за счет внутрироссийской миграции на 2,5 тысячи жителей. Это одна цифра. Вторая, что Краснодар входит, смело можно сказать, в пятерку городов российских с самой интенсивной застройкой, жилищной. Исходя из этих двух постулатов, насколько развит риэлторский рынок в городе Краснодаре? Можно ли его сравнивать с другими регионами или с другими крупными городами Краснодарского края? Ну, рынок риэлторских услуг города Краснодара развит уже давно, что называется, с начала 90-х. Вот и уровень профессионализма определенной части риэлторов находится на достаточно высоком уровне. И сравнивать его можно не только с внутри Кубани, а и на федеральном уровне. Буквально недавно ежегодно проходят национальные премии, в которых город Краснодар на протяжении уже 10 лет есть номинанты и победители. Лучшая риэлторская компания России. В разных номинациях. Ну, здесь самое интересное, да? Мы говорим, да, получается, очень такое востребованное занятие риэлтор. Очень, как вы говорите, развит рынок. И в Краснодаре в частности, и в крае, и в стране вообще. И при этом так получается, что риэлтор – это чуть ли не ругательное слово. Потому что так вот сказать где-нибудь, да, я риэлтор, тут же на тебя посыпется куча негатива. Вообще, этому где-то обучают. Есть, я не знаю, курсы, есть вышеучебные заведения. Или как? Или вот это по зову души. Все, или так. Я решил, я буду риэлтором. Все, пошел, пошел, начал работать. Алексей, вы правы. Зачастую, да, и вот сейчас, в сегодняшних экономических ситуациях, фактически каждый второй мигрант, который приезжает, не найдя работу по своей основной специальности, да, он идет куда? По объявлению приглашают в риэлторы. Он идет, кидается, там проводит обучение с ним. Но подходит или не подходит, да, риэлтор, можно сказать так, это по зову души. Это совокупность, да, в себе определенных качеств и коммуникация, и ответственность, и стремление помочь, решить проблему клиента. Обучают ли этому или не обучают? Да, какие-то черты характера, конечно, можно скорректировать. Подготовка профессиональная, естественно, ведется. Ведется она в некоммерческом партнерстве Российской гильдии риэлторов. Это структура федерального уровня, где в каждом субъекте есть представлены профессиональные объединения, ассоциации, палаты. В частности, на территории Краснодарского края Кубанская палата недвижимости, где обязательно проводится подготовка специалистов, стажеров, потом переход их в агенты, специалистов высшего уровня. И самый уровень – это брокер, где имеет право ставить подписи на договоре с клиентом. Тогда получается, если выстроена вот эта система, если существует вот это некоммерческое партнерство на федеральном уровне, дальше есть филиалы в регионах, то ведь получается, что если та или иная компания, тот или иной специалист, или тот или иной риэлтор, если он так или иначе состоит в этом некоммерческом партнерстве, то, по моим ощущениям, там должна быть некая коллективная ответственность, в том числе и финансовая. Она присутствует в данном случае, если мы говорим о некоммерческом партнерстве или если мы говорим о Кубанской палате, в данном случае недвижимости. Если говорить о профессиональной ответственности, то каждая, что индивидуальный предприниматель, входящий в ряды некоммерческого партнерства, что риэлторская компания, есть сейчас выстроена структура прохождения сертификации на предмет оказания профессиональных услуг и аттестация специалистов, агентов, брокеров. В этом случае сертифицированная компания обязательно должна иметь профессиональное страхование своей ответственности перед клиентом. Какая-то сумма, это обычно привязано к стоимости двухкомнатной квартиры в регионе. Но в городе Краснодаре и по краю это от 3 до 5 миллионов. Страховая сумма. В случае, если возникает страховой случай, то издержки покрываются страховой компанией. А тогда в вашей практике, вы не первый год занимаетесь этим бизнесом, в вашей практике были такие случаи, когда страховая компания делала определенные выплаты. И насколько, скажем так, слово подобрать, насколько для клиента муторное дело выбить вот такую вот страховку для себя? Мы сейчас говорим о профессиональных взаимоотношениях. По размещению услуг, скажем. Не выбить, а покрытие и сдержек. Получить деньги, да. Да. Начнем с того, что есть комитет по защите прав потребителей услуг. Это в каждой профессиональном объединении, где рассматривается конкретная конфликтная ситуация. Прав, неправ, риэлтор, качественно-некачественно оказана услуга. Решение этого комитета является обязательным для выполнения действительным членом Кубанской палаты недвижимости. Хотя комитеты обращаются и граждане, где была оказана услуга, и не оказанным, не входящим в Кубанскую палату. В Кубанскую, да. Так вот, муторно или не муторно? Ну, собственно, мы стремимся к тому, чтобы это было так же спокойно, как в случаях с ДТП, да, покрытием. Вот, на моей практике... Вы сказали спокойно. Вы сказали спокойно. Сейчас многие, кто с этим сталкиваются, думают, что ничего себе спокойно. Нет, но если так возьмем, а сколько профессиональной ответственности риэлторов на сегодняшний день, количество застрахованных компаний? У нас на весь край всего 12 сертифицированных компаний. Из? Из более чем 400. Подождите, 400 компаний, которые занимаются риэлторскими услугами на Кубани? Да. Плюс-минус, да? Больше, да. Больше, значительно больше. И только 12 сертифицированы? На сегодняшний день, да. Почему? Возникает вопрос, да. Что это, сложно? Нет, это не сложно. Это желание профессионала соответствовать или не соответствовать требованиям российской гильдии риэлторов. По количественному, да, если сказать, то это более тысячи агентов на сегодняшний день аттестованы и соответствуют, я скажу, высоким требованиям, да? Подождите, нет, получается, вот опять же, ваша логика. Да. Я сейчас, вот если я там вдруг в интернете забью, там, найти риэлторов в Краснодаре или там найти риэлторов в крае, то есть, ну, там будет, ну, я не знаю, наверное, десятки тысяч людей, которые так или иначе скажут, Леша, мы тебе все сделаем только вот, и из них только тысяча, как вы говорите, сертифицированных специалистов? На сегодняшний день, да. Теперь понятно, почему риэлтор это ругательное слово. Нет, ну, конечно, а все очень просто. Допуска к профессии нет. Сегодня любой, кто желает, может заниматься этой ответственностью. Но все равно, что я захочу начать дергать зубы, да, и буду, дам объявление, все, куплю стол этот самый, да. Можно и не покупать, в аренду взять. Можно и не покупать, в аренду взять, правильно. И оказывать услуги. Так, кстати, стоматологи борются с этим, и мы тоже с этим боремся, чтобы наша профессия была уважаема, а то, что она востребована, это сам рынок показывает. Тогда давайте чуть-чуть отмотаем назад, да. Вот я к этому ругательному слову и так далее и тому подобное. Получается, что если я, допустим, начинаю взаимоотношения с неким специалистом, с неким риэлтором, я не знаю, там, Иван Иванович Иванов, то если я говорю, а покажи мне, пожалуйста, сертификат некоммерческого партнерства, да, федерального некоммерческого партнерства, или там, как представительство, да, Кубанская палата недвижимости, то есть он мне его показывает, я понимаю, что это некий, ну, скажем так, определенная стопостия, да. Это гарантия того, что это хороший специалист. Да. Еще какие-то могут быть гарантии, какие-то дипломы и так далее, или это вот сейчас в данном случае одно из самых таких? Вот смотрите, сейчас очень модно, да, прошли курсы, выдали сертификат, выдали свидетельство, все, кто читал, что, какой курс пройден. Это не регламентировано, да. Российская гильдия риэлторов, у нас выстроена аттестация тренеров, допуск тренеров к преподаванию. Понимаете, то же самое, как и экзамены, сдача. Сдача экзаменов на соискание, назваться агентом по недвижимости, брокером по недвижимости. И все это серьезно. Мы заинтересованы в том, чтобы в наших рядах были ответственные, компетентные специалисты, профессионалы. Вот. То есть подобный сертификат, это все-таки некий такой вот... Ну, скажем, аттестат, он называется аттестат. Это защищенная бумага, соответственно, пронумерованная. Все это... Все этот аттестат как раз можно увидеть в едином реестре. Вот сейчас об этом мы отдельно поговорим, если позволите, посмотрим рекламу, потом вернемся, потому что, мне кажется, такой большой пласт, на котором нужно более подробно остановиться. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем программу. Еще раз хочу напомнить, уважаемые телезрители, что мы сегодня говорим о недвижимости, о покупке и продаже. Мы сегодня говорим об услугах риэлторов. Итак, Владимир Геннадьевич, вот в первой части программы мы ее закончили на том, что вот это вот некоммерческое партнерство, федеральное некоммерческое партнерство, оно проводит обучение, оно дает определенные гарантии, в том числе выдает аттестат, защищенный, пронумерованный, и так далее, и так далее. Это есть некая гарантия. Но где есть гарантия, что я этот аттестат не купил? В переходе, да, или там не напечатал у себя на принтере? Ведь я ни разу не видел, как должен выглядеть аттестат риэлтора. Я прихожу, он говорит, конечно, есть. Вот тебе бумажка, красивая, цветная, даже печать есть. Я где-то могу это проверить? Я куда-то могу обратиться? Кому-то? Ну, да, я могу позвонить вам? Я могу. Наш оператор не может, он не знает телефона. Где-то посмотреть в открытых источниках вот эти вот данные. На сегодняшний день есть федеральный сервис и реестр.ргр.ру, на котором полностью представлена информация о сертифицированных компаниях всей России и аттестованных специалистов. То есть, отдельных персоналов. То есть, по всей России. Да. Это единый федеральный сервис, который набирает свои, скажем так, обороты по посещаемости. И сейчас можно смело любому посреднику, который стремится оказать или предложить свои услуги, задать вопрос потребителю. А вы есть в едином реестре аттестованных специалистов? Он говорит, конечно, есть. Пожалуйста. Федор Федорович Пупырышкин. Вот заходишь, смотришь. Заходим в интернет, в реестр, набираем просто фамилию, имя, отчество и там выскакивают. Могут быть однофамильцы, но однофамилец может находиться в Хабаровске, другой в другом регионе. Все интересуют специалисты города Краснодара или Краснодарского края. Набираем найти агентство Краснодарского края и агентство сертифицированное города. Все высвечиваются? Да, все высвечиваются. А их-то 12? Да, ну более правильно. Эту работу мы уже проводим третий год. Понимаете? Не все так просто. Потому что нужно действительно соответствовать тем требованиям, которые заявлены. Тогда, а можно ли в принципе купить или продать квартиру, не пользуясь услугами риэлтора? И насколько это, скажем так, чревато? Значит, наша статистика показывает, что в принципе порядка одной трети сделок на рынке недвижимости Кубани проходит самостоятельно. Последствия этих сделок мы не отслеживаем, нет возможности отследить. Конечно, можно. Конечно, можно. На свой страх и риск все можно делать. Но надо учитывать, что сегодняшнее развитие вот этих информационных технологий, предложение, где можно подать объявление, все, оно так пестрит, где чуть ли не каждый объект лучше другого, да еще и дешевле. И определить, насколько это реально, нереально, может действительно специалист, а не тот, который первый раз столкнулся с потребностью продать или купить объект недвижимости. То есть все-таки специалист нужен? Конечно. Ну тогда, опять же, мы с вами говорили, 12 компаний сертифицированных, около тысячи специалистов сертифицированы, аттестованы. Может ли вот такой специалист, что называется, одиночка? Я сейчас ни в коем образом, да, не пытаюсь умолить какие-то достоинства того или иного человека. Но он одиночка, он работает сам на себя, он такой некий агент, он прошел сертификацию, он там есть на сайте, все. Но когда говорят, а вот я работаю в такой крупной компании, у нас там, о, одних юристов только 50 человек, да, и плюс еще там, и так далее, это как-то вселяет определенную, может быть, уверенность. К кому лучше, на ваш взгляд, обращаться? В компанию или к специалисту-одиночке, если он сертифицирован, если у него все хорошо? Разница есть большая? Здесь уже выбор за конкретным потребителем, да, то, что называется, чему он отдает предпочтение. Естественно, есть универсальные компании, да, в которых большой штат и юристов, и оценщиков, и прочих смежных отраслей, да, специалистов. Здесь сильной роли не играет. Опять-таки, на сегодняшний день есть и действует то, что членом некоммерческого партнерства может быть и индивидуальный предприниматель. И как правильно, Алексей, вы сказали, и у нас есть аттестованные и сертифицированные как раз предприниматели, которые полностью, качество их оказываемых услуг соответствует что крупной компании, что средней компании, что малой, что индивидуальным предпринимателям. А есть какой-то единый тариф, вот, я не знаю, вот снять комнату стоит столько, да, купить там квартиру стоит столько, там, помочь и так далее стоит столько, или здесь каждая компания, каждый специалист, он определяет все это для себя сам, и если вдруг меня не устраивает качество услуг, которые оказывает мне тот или иной специалист, или стоимость, или та или иная компания, я могу куда-то обратиться? Мне как-то государство может помочь? Или только вот... Ну, государство в чем может только помочь? Сказать, ну, сам виноват, так получилось, извини. Когда-то, то есть, некачественно оказанная услуга, да? Ну, у нас предусмотрен, как раз, я уже об этом говорил, комитет по защите прав потребителей, да, где дальше разбирается конкретная ситуация с клиентом и с риэлтором. И решение этого комитета является обязательным, да, для выполнения стороне, ну, в частности, риэлтора, да? Вот. Ну, мы говорим, что касается... А те, кто ходит в реестр, да? Мы сейчас говорим только о... Нет, не обязательно. В Кубанскую палату недвижимости входит более 60 компаний, да, и наша задача сейчас стоит о том, чтобы в ближайшие 2-3 года численность сертифицированных компаний, да, и оказываемых услуги подтянулись, вот, для того, чтобы наши потребители были уже более... Защищены, да, защищены от... Вот. Так что, то, что касается стоимости услуг, да, вернемся к этому, то практика, ну, на территории Краснодарского края, она отличается от конкретного административного центра, да. Если говорить о городе Краснодаре, то на рынке жилья система варьирует от 4, от 2 до 4 процентов, оплачивает клиент, который обращается за услугой, или продать, или купить. Вот. То, что касается, скажем, рынка Сочи, то там стоимость комиссии более высокая, вот, почти два раза. Если говорить о малых муниципальных образованиях, то там привязка идет к определенной фиксированной сумме. Так, еще один момент. Ну, вот вы говорите, да, оплачивает тот, кто нанимает. А достаточно ли одного риэлтора, там, на две стороны, одна из сторон, там, не знаю, продавец, да, вот он нанял, и человек занимается. Или это получается, я нанимаю, продавец нанимает, два наших риэлтора между собой общаются, мы только подписываем бумаги, отдаем им проценты, все, сделка сделана. Алексей, я вижу на вашем лице улыбку и счастье. Правильно, это идеальная ситуация, когда представляют интересы каждый риэлтор, представляют интересы каждой стороны, продавца и покупателя. Это идеальная ситуация, да. Но в практике задача, да, задача профессионального риэлтора соблюсти баланс интересов сторон. Понимаете? Чтобы что продавец, что покупатель остались довольны. Ну и риэлторы, естественно, тоже. А, кстати, вот если мы говорим о сайте, да, если мы говорим о том, что реестр.ргр.ру, да, если я правильно помню то, что вы называли, а там можно как-то выбрать себе риэлтора? Там есть какие-то отзывы, насколько они реальны, насколько это соответствует действительности, можно ли посмотреть, что называется, портфолио того или иного специалиста или того или нового агентства. Это возможно? Это, конечно, этот сервис очень, так скажем, углубленный, где можно узнать именно полностью, кто является директором, его фотография, уровень его подготовки. Да, когда был выдан аттестат, когда он заканчивается, заканчивается аттестат, то есть это не пожизненный, это обязательное прохождение, повышение уровня квалификации своей. Да, дальше, отзывы клиентов. Отзывы, которые пишет, отзыв клиент, что положительный, что отрицательный, он не поступает к нам на региональную организацию, он поступает сразу наверх, в Российскую гильдию риэлторов, в единый администратор, где дальше уже он, если это конфликтная ситуация, то это идет на контроль ставится Российской гильдией риэлторов и, соответственно, спускается вниз на региональное отделение. Дальше уже идет разбор полетов. Получается, я не сам про себя написал, там проверяются все эти отзывы. Конечно, это объективно, и мы, собственно, в этом и заинтересованы. Да, самый важный момент. Вот эти финансовые взаимоотношения между клиентом и риэлтором. В какой момент это все должно происходить? Когда уже сделка закончилась? Или вот вы сейчас мне заплатите, а то потом вы меня обманете, говорит риэлтор, напрямую договоритесь. Как это должно происходить? Вообще, обязательно взаимоотношение между риэлторской компанией или индивидуальным предпринимателем и риэлтором должно основываться на заключенном договоре, где четко прописаны предмет договора, обязанности сторон. Не просто, а вот это я вам еще сделаю, вот это я вам окажу, все на словах, а потом, да не было этого. Нет, вот все, что говорится, указывайте в договоре, читает пусть клиент обязательно, ну и убеждается, является ли он членом профессионального объединения или нет. А есть где-то какой-то стандартный договор, который на том же сайте можно посмотреть? Типовые есть. Или здесь каждый раз все одно и то? Типовые есть, это как раз предусмотрено сертификацией риэлторской компании, где четко прописаны стандарты работы и обязательные пункты включены в договор. Ну, в том числе и стоимость. То, что мы говорили. Вот смотрите, стоимость услуг, она также должна быть отражена на сайте риэлторской компании. Вот он, тот же самый тариф, прескурант, цены клиента в открытом доступе должна быть. Ну что ж, спасибо большое, Владимир Геннадьевич, что пришли и ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорили о работе риэлторов, мы сегодня говорили о том, как мы, потребители, можем обезопасить себя и как можем защитить, как выбрать правильного риэлтора. Самое главное, обращайтесь к специалистам, проверяйте тот самый реестр, где люди несут коллективную, в том числе, ответственность, ну и не обращайтесь к мошенникам. А гостем нашей сегодняшней программы был президент Кубанской палаты недвижимости Владимир Карасенко. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все, увидимся в следующий раз, всего доброго вам, до свидания.